Взял рюкзак и поехал себе. Так как ездят местные автобусами, трамваями, жить можно в гостиницах за недорого, там, где живут рабочие проститутки, по 2-3 доллара, по 5 долларов. Самому находить, где гулять, где кушать, где жить, это увлекательно, это интересно, ну, каждому что-то своё. Вот, Анна Шуберна, она такая путешественница, она даже по Индии может путешествовать. Вот я путешествовала по нескольким странам, там, 24 страны, проехала бэкпекером, но Индия мне не понравилась, потому что, с моей точки зрения, там очень лживые люди живут, это просто капец. Вот, вот как-то Аня, ей удаётся путешествовать по Индии, и она это делает очень дёшево, причём с ребёнком путешествует. Причём, летит на самолёте за 150 баксов в одну сторону, уже который раз. И на том, они всегда со скидками встраиваются. Вот нужно перенять мастерство, очень хороший учитель, рекомендую. Да. Голица Александр Николаевич, Харьковский культурный центр, искусство Китая, сейчас вот объявляйте. Хорошо, подожду. Анатолий Белозёров. Уважаемые товарищи, друзья, рада вас видеть. Я представляю ресургу фестиваля и, как бы, коорнирую работу фотографов, видеографов, журналистов и телевидения. Уважаемая просьба, уважаемые тренеры. Тренеры, если я к вам закажу в аудиторию и вы не разрешаете снимать, покажите мне пальцы, что нельзя сфотографировать. Хорошо? Первое. Второе. Кто не хочет попасть на, как бы, просто закруйте лицо рукой. Договорились? Вот. Если кто хочет, чтобы его сфотографировали и у вас нет фотографии, помахайте мне рукой. Хорошо? Как бы на летнем товаре. Сейчас вы будете махать рукой, я вас всех пересниму. Договорились? Вот. Третье. У нас сейчас выступает, даже единственное, я хочу вам показать, представить еще раз. Это Дарья Зеленская, она очень крутая журналистка, у меня очень хорошие текстовики. Она пишет шикарные тексты, она пишет шикарные тексты, поэтому всех тренеров, кто хочет рассказать о себе, приглашаем на интервью к ней. Подходите, записывайтесь, мы сделаем маленькие, и мы решили, знаете как, зимой, как бы, сделать более глубокие материалы по тренерам, чтобы вы могли зимой почитать о тренерах, почитать или поставить видео, и как бы понять, кому вам попасть на фестивале товаре. Поэтому, чтобы тренера, записывайтесь у нее на интервью, вот, и мы у всех возьмем глубокие интервью, и вы даже обвлекаем. А, это журналистка «Корсумская правда», это журналистка «Время», там куча журнала, иллюстрированные в несколько порталов. Вот, спасибо большое, Даша. А, она еще и тренер этого, забыл, чего? Рунок. Да, она Рунок. Добрый день, тут небольшое объявление, я хожу в походы и сюда беру с собой людей, выходные, ходим по Харьковской области, ходим на один день, на два дня. Все, кто был на фестивале, могут со мной пойти на день или на два, если на два, это с кашей, с гамаками, с кострами, со всеми остальными, совершенно бесплатно. То есть, приглашаю всех, просто позвоните, наберете, я в программе есть, наберете, я был на фестивале, я хочу с вами пойти. Все, идете со мной. Все, что я тут рассказывал, я все это рассказываю уже в лесу, уже более подробно показываю, рассказываю все нюансы. Большое спасибо за внимание, жду вас. Виталий Сизоненко, фамилия Виталия Сизоненко, контакты всех тренеров есть в программке и в каталоге. Так что-то вас мало, истории рассказывают, а где не слышно? На улице не слышно? Люди на улице, заходите в зал, имана вас с собой занесите. Денис Ходорев, Хохуля, Адей Иманов, ну, будет Хохуля вместо Иманова, у учителя Иманова. Добрый день, это Валя, очень рад вас всех видеть. Ритуально, религиозным образом ведут все один и тот же мастер-класс, мне говорят, не скучно. Я говорю, нет, не скучно, содержание мастер-класса каждый раз зависит от людей, а люди все время разные. Я веду все тот же самый мастер-класс, поигрывая инструмент динамической медитации, проводимый для балансировки правого и левого полушария головного мозга с целью повышения креативности сознания. Да, вот Иманов замечательный наш, один из лучших фаерщиков в стране, да, когда-то в 2005 году я пришел на Тавале, увидел его волонтера. Он стал тихо отнынивать от волонтерства, за что был, конечно, нещадно бит. Успевал? А я думал, что девушек. Ни разу в черном списке не оказался, все отлично делал, был на форс-мажоре. У него сверхспособности просто, он у тебя обучился. Я помню, короче, когда мы очередной лагерь поменяли, там, где нас больше вольности было, и я, значит, провожу факельное шествие, иду, значит, с колонной людей с факелами, и кто-то не успел машинку убрать с дороги. Вот, там полный бак, все как положено. Вот. Залазит Игорь Хахуля на капот и начинает фаер крутить. Или это Гулайфа? Гулайфа. А, это будет Гулайф. Тоже ученик, кстати. Тоже его ученик. Вот. И когда я это увидела, я тоже вошла в измененное состояние сознания. Вот. Мы его так поприветствовали, пошли дальше. Вот. Да, вот такой вот замечательный тренинг, который вот у меня несколько человек уже прошло, пусть они с вами поделятся, на динамической группе или в частом разговоре. Мы не занимаемся просто так балустом какой-то физкультурой, народной молодежной забавой. На основании вот этого вот, с применением вот этого замечательного инструмента, телесно-ориентированная практика, ориентированная на развитие вашего сознания. Работать с сознанием нужно на всех уровнях. Начинается это с уровня тела. Сегодня уже вот же на этом довольно есть несколько человек, которые начали работать, и, говорит, у меня, я не мог понять, что почему у меня события вокруг меня в второй половине дня завернулись неожиданным образом. Потом я понял, говорит, у меня это голову-то отпустило, а я же, говорит, не ожидал. В общем так, первая половина дня, вторая линейка, это у меня постановка тела, обязательно нужно ее проходить, чтобы заработало тело, чтобы оно стало приносить вам счастье, радость, удовольствие, давало сил, чтобы у вас на фундаменте тела заработала голова. Потом мы человека разобранного в первой половине собираем, на второй половине по частям снова заново. И, собственно, сама методика называется «12 базовых движений». И вот там как раз и происходит тоже вторая половина чудес. Заниматься будем вот здесь. Там он такой пятачок, там, кто, может, видел, такая сиреневая бумажка валяется, 500 евро. Мы вокруг нее там пляски пляшем. Да, правда, там кто-то на удачу нам положил, я очень благодарен. Вот, пожалуйста, кто приходил, второгодники, второклассники, я знаю, вы все очень любите приходить сюда, кто увидел, кто прошел. Я вас всех очень жду, будет замечательно. А вообще, кто не приходил, пожалуйста, на вторую линейку, постановка тела. А сейчас 12 базовых движений. Жду вас всех, кто придет с удовольствием. Спасибо. Вот такой вот подход нашел этот фаершик-психолог. Долго втирают про правое-левое полушарие. В итоге Денис Ходорев, практический психолог, специалист по детской психологии. Стал фаершиком, известным в Харькове. Эманов, Константин. Окончил, да, высшее образование, там, все. Нормальный такой был. Стал фаершиком, руководит сейчас фаерфестом Индига в Харькове. Я даже, вот, я даже его ребенок, инфицировались этим делом. И даже мы могли вот с ней фаерить, вот в Малайзии, мы зарабатывали 50 максов за вечер с ней на набережной. Вот такой вот он, Игорь Хохолич. Про правое-левое полушарие начинает, ну, уже психологи, типа. Вот он и это. Вот незаметно-незаметно, и банда фаершиков растет. Все тренеры собрались уже? Уже. Ты будешь про 609-ю говорить, да? У нас есть мистическая комната с номером 609. Там живут массажисты, там живет один шаман городской. Бубен есть, карематы и чай вкусный. Здравствуйте. Ну, спасибо. У нас обычно была одна фишка, в этот раз мы ее лишены. У нас обычно можно было выйти и сказать, знаете, у нас тепло. Сейчас везде тепло. Вот, то есть это сразу отвалило очень большую часть людей, но тем не менее. У нас, да, у нас много вариантов массажей. У нас рисунки хно, у нас вкусный травный чай. И периодически в комнате можно найти меня и попреставать ко мне с вопросами про индейский шаманизм. Всегда люблю, всегда жду. Спасибо. На шестом этаже находится шестой диадокон, соответственно. Да. Еще объявления будем делать? Еще? Объявлять или историю рассказывать? Объявлять тренер. Снизу или сверху? Тренеры с боку? С внеплановых начнем? Снизу начнем. А у всех тренеры отличные, хорошие тренеры. Ерина Мантихора пойдет к Ригарович. Под Леснюк Василий пойдет к Мельцеру. Кравченко Владислав, кармокорректор, экстрасенс. Отцелитель. Я такой, кто здесь? Всем добрый, всем здравствуйте. Я буду краток. Сегодня, сегодня, что у меня сегодня? Финансовая. Финансовая. Понятие у вас. Я еще не вернулся. А связь меня и мне. А, вот, спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня, кто такой глава рода, платформы? Что такое платформы родовые? Как получить силу рода? Как взять ответственность за свой род? Ну и что такое энергия рода, карма рода и так далее? Это все сегодня. И будем сразу еще и прорабатывать и медитацию делать. Я надеюсь, сколько у нас по времени? Это два с половиной часа, три, да? Ну, надеюсь, успеем. Все это сегодня. Шутить, наверное, сегодня хватит. Ну, на шутников. Да. Сорок три. Сорок третья комната. Все. Благодарю. До встречи. Сорок третья комната. Пока тренеры продолжают осознавать, как их зовут, просто все время рубят запах булочек из подвалов. Вот, расскажу историю. Можно? Я быстро. Хорошую историю. Вчера были плохие истории. Сегодня хорошие, завтра опять плохие будут. Значит, вот у нас есть человек такой, который размещает полезные посты все время в интернете. Перед летним фестом Анатолий Белозеров разместил пост, как бы плывать из водяной воронки, когда она затягивает на дно, вот когда отбойное течение. И вот начался шторм, внезапно стояли гребешки до самого горизонта. Море было коричневое, такого никогда не видела. И девушки, они романтичные девушки, стали плыть, значит, в шторм туда в море. И вот очередная девушка туда поплыла. Они плавчихи были? Да, они были еще плавчихи, да. Все были плавчихи с пофтами, то есть все такое. И вот, значит, поплыла третья девушка. И тут смотрит наш волонтер-электрик Алексей, такой высокий-высокий. Ну, я подбираю, значит, чтобы на это самое. И вот он смотрит, поплыла очередная девушка туда, значит, с завышенной самооценкой. Вот, значит, за ней, доставать ее оттуда вам. Чувствует, что девушка уже наглоталась, и он уже наглотался. И тут в этот момент он вспомнил этот пост Анатолия Белозерова, как выплывать из отбойного течения. И с тех пор он Белозерова считает своим личным спасителем. Вот, значит, что нужно делать? Там как получается? Когда сильный шторм, вода накатывает на берег, и она втягивает даже не назад, а вниз. Это нехорошо, это воронка такая получается. Поэтому шторм нельзя плавать, когда вот мелкий берег, и ямы там такие. И вот Анатолий вспомнил, когда уже несколько раз хребнул воды, и поплыл из этой воронки по той технологии, которую разместил Белозерова. И выплыл. И он, и девушка выплывет, то есть спасли ее. Давайте Анатолию похлопнули. А за это, дайте, чтобы я попросил Кутякину, нет? Какой-то подарок я сделала. Она разрешила в мою группу перейти Татьяну Жержерунову. Вот, она будет писать блоги. Я вообще, товарищи, у кого есть блоги, уважаемые блогеры, пишите свои впечатления в фестивале, присылайте мне посты. Мы с удовольствием все размещаем в процессе. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится, не нравится. Подходите ко мне и давайте нам свои материалы. Спасибо большое. Ну, потом еще волонтеры, которые были на складе, они долго выгоняли людей из воды перед нашей базой. Когда наши люди закончились, они побежали по соседним базам, выгоняли людей из воды, потому что наши уже были все выгнаны. Я их сильно напугала большими штрафами, говорю. Заходишь в море, платишь на регистрации 3 500. Вот. Привет. Так, а детей пихали так. А детей засовывали. Ну, потому что на детей скидка была. Так, такая история. Потом, короче, наши волонтеры подчинили на этой базе вышку, которой не было. Сделали туда ступеньки, сделали флажки, сами шли флажки, и эту воронку флажками обставляли. В общем, у базы все было не готово. А вот сейчас директор, когда меня видит, он крестится и говорит, все готово, спасатели уже ждут. Так, с зимой заготовленные на вышке. Дахья Зеленская, магистр журналистики, член Национального союза журналистов Украины, магистр современной космоэнергетики, мастер-ру, мастер-эки, номер-ру, кармический корректор, специалист по ТАРУ. Добрый день! Сегодня будет мастер-класс «Энергетические практики с рунами». Мы будем знакомиться с силой рун, учиться, как привлекать силу в свою жизнь, как изменять себя с помощью силы. И также все участники смогут получить приятный бонус. Современный человек имеет недостаток энергии. После этого мастер-класса вы получите дополнительный заряд энергии, который вы сможете использовать для чего-то нового в жизни. Спасибо! 54-я аудитория, 54-я. Дьяченко Наталья пошла к Мельцеру. Александр Сербян, мастер русского рукопашного боя, реабилитационный центр «Россиян», практикующий и целитель. Нет, он готовился на аудиторию, если он договорился, он сейчас придет. Думает, не пойти к нему на Мельцеру. Галица Александр Николаевич, Харьковский культурный центр «Искусство Китая». Волонтерский у кого-то плечко 30 секунд. Аня Дьяченко, иди на работу. Жизненный случай. Харьков. И это выходной вечер «Центральный парк». Я сижу, играю на барабане. Аллея, обыватели сидят на скамейке. Влюбленные сплелись в эротических позах. А рядом на аллейке ходит стая Бэтмена. В черных масках орут свои гасла. Никто на них внимания не обращают. Это им за дело. И они через некоторое время пришли на нашу аллею. И начинают идти строем и бить всех в табло. Причем даже девушек бьют в красивые морды. Я, как старый закаленный боец, свернул балабан и ушел в осеннюю лесную сень. И наблюдаю за этим со стороны. И что поразительно? Люди думают. Ну, наверное, это там завелись. Они, наверное, там между собой. Я-то никого не трогаю. И какого отношения к этому не имею. Но когда подходит их очередь, они делают вот так. Поднимают руки и стоят. Их бьют через верх. И они улажаются. И так продолжается до перекрестка аллей. И там сидят молодые люмпены. И бьют пиво. Человек шесть. Я, в принципе, знаю. Они на центральном рынке хомутят. Обычно. И вот, значит, когда бэтмены к ним подошли и попытались атаковать, люмпил, взял бутылку пива, разбил АБ, асфальт и ткнул в ногу главному бэтмену. Бэтмен заголосил, как Ярославна на стене. Ножку стал волочить. И атака их сломалась. Они подхватили самого главного и унеслись на черных крыльях. Тут организовалась группа поддержки преследовать, убивать, рвать на куски. Ну, не пошло. Я заметил любопытную деталь. Он воткнул вот эту бутылку. На ноге есть точка, точка. Если туда нанести незначительный укол, нога отключается. И болевой шок не работает нам. На теле человека есть несколько таких точек. И сегодня будет мастер-класс. Если у вас есть нож, как, не травмируя человека, нитрализовать его специальным приемом? И второе, если у вас нет ножа, как избежать того, чтобы вас отправили в нирвану при помощи этого инструмента? Или на органы? Приходите ко входу этого здания. Я буду вас ждать с ножами. Я надеюсь, вы откроете много интересного о теле человека. Научитесь приемом изощренным. И после этого привыкните к ножу, как необходимому инструменту для самозащиты, своего здоровья, кошелька и хорошего настроения. Спасибо за внимание. Александр Николаевич, пошли в комнату. А, на улицу. Слава тебе, Господи, на улицу. Анечка. Добрый день, уважаемые участники этого лета фестиваля. Объявление. В кухню сытый мясоед, приходите на обед. Там ждет вас мясо, вкусные пирожки, а также мясо. Там приготовлено шашлык волшебным образом. Приготовили два музыканта. И вас там встретит добрая женщина Зоя, которая вас накормит и находит. Приходите. Кухня сытый мясоед находится в фойе девятиэтажного здания. И когда вы сразу заходите, вы смотрите прямо и как раз упираетесь в них. Вы зашли, зашли просто. Если идти отсюда налево, если идти с улицы прямо в фойе, там где регистрация. И там шашлычки стоят, да. Остальный холодильник с мороженым. Можно мороженое по скидочке купить, Анечке. Так, Анна Киричук, фойе девятиэтажки. Анна Шубина, путешественница. Добрый день. Таня в начале линейки сделала уже краткий обзор по Индии. И она сказала, что была не очень впечатлена Индии. Ну, это ее личные впечатления. Сейчас говорит, что очень была впечатлена. Обычно не очень впечатлена. Если, допустим, быть в крупных городах, где много людей, и часто встречается грязь, тогда оно может так. А если ездить по отдельным местам интересным, то оно больше впечатляет. Я не знаю, Таня была в Маналии, Маклетганши. Очень душевные места. Я с дочкой была там. Ее опять туда тянет, уже спрашивает, мама, когда мы пойдем в Маналии. А рядом с Маналии есть город Нагар, где есть усадьба Рариха. И туда приезжаешь, там так душевно-душевно. Смотришь горы, красота такая. И с нами была одна женщина, говорит, еще будут не рисовать такие картины. Тут каждый будет рисовать такие картины. В общем, у меня появилось желание взять с собой краски, порисовать, попробовать порисовать. Сегодня еще поговорим о бюджетном путешествии, что, где и как. И интересные места. Куда поехать, что интересного. И это будет, сейчас Таня скажет, где. 47. И еще у меня есть книжечка, написанная мной по Индии. Маршрут, рекомендации. В общем, краткое пособие. Подходите, кому интересно. Будет полезно. Меня один участник фестиваля благодарил, потому что взял книжку Анину и по ней проехал. То есть очень удачно проехал. Можно даже и к ней подойти, вместе с ней поехать. Если первый раз, самому страшно. Борис Мельцер, руководитель Центра успешной жизни. Здравствуйте. Как обычно, здесь 36 подарков. Подходите. Можно подходить и разбирать подарки. Подарки будут после фестиваля. Не на фестивале, а после. Все, кто приходят на мастер-класс с этой картой, потом получат подарок. Плюс кто-то, да, каждый день бывает. Плюс кто-то прямо сейчас получит подарок. Это все? Тут есть еще карты? Друзья. Неужели? Да, тренеры тоже могут брать, кстати. Так, сейчас мы какую-нибудь милую девушку с первого ряда попросим подойти. Кто хочет подойти, сдвинуть карту? Кого? Дай, дай. Сдвинь. И достань. Бубновый валет. Бубновый валет у кого? Подходите. Отлично. Можете подарить кому-нибудь. У вас просто потрясающее везение. Давайте поаплодируем. Отлично. Итак, друзья. Вы знаете, вот я выхожу сюда и говорю каждый раз эту фразу, да? Каждый раз в одно и то же время, в одном и том же месте проходит мой мастер-класс. И вот я сегодня думал, у меня сегодня необычная сущность. Я сегодня не психолог, я переворачиваю бэджик, я сегодня эзотерик. Сегодня у нас тантра. Тантра на кончиках пальцев. Я подумал, как вот в той аудитории К2, где стоят столы, да? Все были там? Как в том же месте можно провести? Ну, да, не сотворила чудо. И каждый раз в одном и том же месте мы идем в аудиторию К2. Столов там уже нет. Там уже карематы. Представляете? Вот эти чудеса происходят на товаре. Итак, тантра на кончиках пальцев – искусство очень тонкого, мягкого прикосновения. Не обязательно, это не парная тантра, мы не в парах будем делать вещи, поэтому можно приходить, кто хочет, как хочет, когда хочет. И я сегодня эзотерик, а у меня другой амплуа. Приходите, увидите немножко другую сторону того, что я делаю. Спасибо. Там просто столы были такие, мои волонтершки зашли. Не, мы их двигать не будем, они тут стоят 50 лет, очень тяжелые. Пакетик кто-то забыл, 42-е, чей пакетик? Есть хозяин пакетика? Там что-то теплое лежит, шарфик какой-то. Это будет на склад волонтершкам одеялко. Яценко Светлана, преподаватель тайского массажа, практикующий аюрмедический терапевт, остеопат, тонатотерапевт. Представляет проект «Мир человека». Здравствуйте. Вчера у нас была презентация остеопатии и нескольких остеопатических техник. Сегодня у нас будет мастер-класс, посвященный тайскому массажу. Я обучалась у тайцев, я обучалась долгое время. Я сертифицированный мастер, что, в принципе, для Украины не так часто встречается. Я занимаюсь лечебным тайским массажем. И, в принципе, у нас уже был мастер-класс, посвященный тайскому массажу. И сегодня я планирую второй мастер-класс, посвященный тайскому массажу. Немножко, ну, уже какой у нас сегодня, четвертый день, да, фестиваля? Мы поработали с психологами, может быть, у кого-то поднялись сильные чувства, или вы уже находитесь в каком-то дисбалансе. И мы попробуем сегодня в технике тайского массажа, собственно, не попробуем, а сделаем, поработать заземляюще. То есть тайский массаж – одна из таких хороших заземляющих техник. Если вы волнуетесь, если вы уже как бы в дисбалансе, вот тайский массаж снимает все эти напряжения. Поэтому приходите, попробуем, увидите сразу на себе, почувствуете результат. 99-й, значит, история комнаты такая. Я сейчас проклеиваю номерочки и такая аудиторию клею. Шестой этаж, 66-я комната. Вася Шишкин подходит. Не, я тут драм-зону не буду делать, номер плохой. Я говорю, давайте переверну. Перевернула. Подходит из 609-й тренера. Не, мы тут не будем, короче. Вася нам мозг нагесит барабанами. В общем, получилась 99-я комната. Там будет и оценка с тайским массажем. Так, переворачиваю страничку. Мой любимый член оргкомитета – человек со сверхспособностями, который держит в своей голове всю карту вот этих помещений. Все вот эти декорации сложные, видели? Это, значит, организовала Настя Григорович. Я не знаю, как ей удается это. Этот человек, ну, я говорю, потрясающие способности. Удивительный голос. Удивительно умеет общаться с людьми. Она работала радиоведущей, вела тренинги, поднимала огромную аудиторию. То есть у нее действительно есть чего поучиться. И у меня на нее большой перенос, как на мамочку, честное слово. Спасибо, Настя, что ты была в комитете. Благодарю, Татьяна. Ну, мамочка или мамочка, здравствуй, товарищ. Я надеюсь, что каждый из вас получает именно то, зачем пришел. А если еще не поняли, зачем, как бы найдется. Есть такое? То, что сегодня буду давать я, это навыки коммуникации. Не просто коммуникации, а успешные. Их немного, на самом деле, этих правил и условий. Они очень просты. На самом деле, самое важное, понимать, зачем вы это делаете. И что вы от этого получаете. Так что, приглашаю вас всех. Буду рада видеть всем. И буду рада быть полезной. До встречи. Что это здесь будет, в этом зале? Виктор Семенченко, практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем. Мастер разговорного гипноза. Добрый день. Виктор Семенченко. Сегодня я буду проводить второй мастер-класс по упражнениям разговорного гипноза. Сегодня у нас будет больше практических занятий. Это защита от негативного воздействия. Это использование энергии противника, оппонента. Одним словом, если вы посетите мой мастер-класс, через какое-то время вы заметите, как ваши собеседники, с которыми вы ранее разговаривали, принимают все чаще правильные решения, делают правильные действия, правильные для вас. Приходите, научитесь многому. Спасибо. Виктор Семенченко, 61-1 аудитория. Лиля Чадаева. Практикующий психолог, сертифицированный мастер игры и гипноза. Империя Маков. Здравствуйте. Продолжаем марафон, так сказать, игры Империя Маков. Это вторая игра. Еще будет две. Кто не доверяет эзотерикам, кто побаивается психолога, можно поиграть со своим запросом и мягко, экологично посмотреть, как он взаимодействует с людьми, с теми случайно попавшими в игру. Точно так же он взаимодействует и в миру с другими, всеми, кто его окружает. И те инсайты, которые будут у вас происходить в игре, это будут ваши инсайты. Моя задача, как ведущего, будет дать вам наводящий вопрос, а вы сами на него получаете ответ. Это не навязанное извне решение ваше, а именно ваше. И каждый уходит с каким-то своим решением, какой-то своей проблемой для себя. Играем шесть человек, четыре часа. С запросом. 51-я аудитория Лилия Чадаева. 51-я аудитория. Хочу представить вам очень интересного тренера, который с самого первого дня существования фестиваля с 2000 года на нем участвует. Удивительный расстановщик, то есть человек, потрясающий профессионализм, как психолога в этом методе. Вот, уже к нему очередь стоит. Один из волонтеров, потому что они знают этого тренера из года в год к нему ходят. Значит, сертифицированный специалист по методу рефлексивно-диагностических расстановок с помощью игрушек. Сертифицированный специалист по семейной терапии по методу Берта Хеллинга, сертификат Московского интегрального института. Специалист по методу Анн-Энселин-Шутзенберг, семейная реконструкция трансгенерационных связей. Ну тут, короче, долго считать. Илона Кабат. Терапевтическая группа «Всем родом из детства». Илона будет в аудитории К3. К3, она сейчас там готовится. К3. Так. Василий Шишкин. Драм-громада. Барабанный джем. Здравствуйте, товарищ. Сегодня мы попробуем все-таки помузицировать как-то. На прошлом мастер-классе были больше новички, мы как-то разогревались долго. Сейчас, если кто-то еще не совсем осознал себя в качестве перкуссиониста, но имеет устойчивое желание, все-таки это можно учиться. Я с удовольствием покажу вам основы этого. И мы попробуем во второй где-то части тогда уже сотворить все-таки какой-нибудь джем, помузицировать и насладиться тем, что у нас получится. Так что всех приглашаю в «Драм-зону». Это 34-я, на третьем этаже. Я думаю, у нас будет замечательный музыкальный такой перформанс. Так что всех жду. У кого есть барабаны, у кого нет, приходите. Василий Шишкин. Школа барабановой искусства «Драм-громада» 34. Народ, можно вас еще спросить еще пару раз? Я просто, очень важно. Вам лучше в таких помещениях фестиваль или на базе отдыха? Кто за такие помещения, как здесь? Осенью. Осенью здесь, да. Ну, я про осень спрашиваю. Осенью здесь? Кому осенью здесь лучше? А почему? Почему лучше здесь? А здесь тепло. Ты спрашивай, ты спрашивай, ты спрашивай. Тепло. Они просто мерзнут у меня все время. Очень мерзнут, правда. Осенью-то. У меня вот древние волонтеры говорят, у дяди нам. Блин, давали, но тепло. Как-то странно говорят. А кто хочет на базе отдыхать больше? Волонтеры. Ладно, что-нибудь будем придумывать. На море летом будет. Понятно, на море летом будет. Да, сейчас, кстати, уже можно записываться на летний фест. Уже, это, когда она летчинка записалась. А, и Юля обеспала записаться. О, сезонинка Виталий записал. Да. Что? А нельзя ли как-то смесить немножко время, чтобы у вас в сентябре, когда не более теплое? В сентябре? Да. А вы в сентябре будете приходить? Да, важно. Ну-то как бы, знаешь, с отпуска люди возвращаются. И Юля обеспечить, чтобы как-то расстояние на отпуске. Ну ладно, разберялась. А зимой? Прорубь. Тут озеро отлично. Ну я, это самое, насчет зимы потом еще переспрошу. Доживем до конца. Может, вы потом шарахаться будете от меня. Вот, по-моему, теперь такой салатовый цвет увидите. Знаете, почему цвет фестиваля салатовый? Середина спектра. Так, ладно. Спасибо вам. Мария Федосеева. Президент Украинской Федерации Кундалини Йоги Хальса. Дорогие друзья, я хочу вас пригласить на мастер-класс на психосоматический резонансный немассаж. Ни для кого не секрет, что наше тело содержит в себе блоки. Ни для кого не секрет, что все наши недопрожитые эмоции, все страхи, стрессы откладывают в эти блоки. Как раз они и содержатся. Мы будем распознавать этот блок, определять, считывать информацию с подсознаниями, что он содержит. И методом достаточно болезненного нажатия. Убирать это из тела и из подсознания навсегда. Приходите, будет больше практики, меньше слов. Пробуем это на себе. Приходите. И еще я предлагаю провести следующий товар на Гоа. Многие тренера туда у них улетают, поэтому полетели. А кто хочет на Гоа, на Гоа, на Гоа, на Гоа, на Гоа? Что, поедете на Гоа? На Гоа поедете? Кто поедет на Гоа? Хорошая съездение на билет. Паша поедет, да. Паша. Аудитория Мария Федосеева 49. 49 аудитория Марии Федосеевой. И на самом деле самый лучший зал, который я еще проводила когда-либо в фестивале, это здесь. Вот такой уютный, хороший. Нас тут очень тепло, так хорошо приняли. Вот, так что нету, в принципе, домой недалеко идти. Федосеева Мария 49. Кашу недалеко волонтером России. Так, Виталий Худяков. Добрый день. А кто мне был еще на мастер-классах раньше? Ого. А кому понравилось? Есть? Сегодня один из мастер-классов, я покажу свою мастерскую модель, уже усовершенствованную, это для тех, кто уже был. Называется «Вижу цель, не вижу препятствия». Как сделать так, чтобы достичь любой цели? Каждый человек, который попадет на мастер-класс, смело сможет достичь любой своей цели. Любой, которую вы себе поставите. Было ли у вас когда-то такое, что вы что-то хотели? Бах, и не получилось. Что-то помешало, что-то где-то появилось. Или что-то другое. Вот собирали, собирали, собирали сразу. Да ладно. Чья это цель? Чья это жизнь? Кому это нужно? Главное, чтобы каждый из вас мог положить руку на сердце и сказать, что да, действительно, я этого хочу. Я сразу предупреждаю, поскольку вы получите, уже потом поздно будет. Вы это получите. Понимаете? Поэтому есть все пять пунктов. Пять пошаговых пунктов алгоритма, каждый из которых, пройдя определенные последовательности действий, сто процентов достигнет своей цели. Насколько для вас важно, чтобы вы в жизни получали то, что вы хотите. Чтобы вы достигали тех целей, которые вы себе ставите. И сто процентов были уверены, что они у вас будут. Добро пожаловать на мастер-класс. Все, кто придут, все в этом убедятся. Спасибо. Так, Виталий Ходяков, 52. Ты всех объявила? Конечно. А, да, спал он, спал он. Александр Сербин. Практикущий целитель. Мастер рукопашного русского боя. Репрезентационный центр в России. Спасибо. Друзья, как я и обещал, сегодня прикоснемся к старославянскому боевому искусству. Никакие там ничего мы вырезать, ничего, бить, никого убивать не будем. Есть всего лишь несколько волшебных элементов, которые позволят, а, более легкому, слабому человеку управлять более тяжелым. Вы почему думаете исторические факты, когда сотня шла на тысячу? Вот это оттуда. Не бывает таких ловушек, из которых нельзя выкарабляться. Вот это я и хочу дать. И второй момент. Поступило к предложению. Мы сегодня поговорим старославянская гимнастика долгожителей. И как правильно, корректно пробуждаться. Хормональная, иммунная система, все встали. Отличительной особенностью там является, что она короткая. Рекомендую. Поэтому в аудитории критика. Спасибо. 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 Спасибо.